Привет, друзья! Привет всем, кто подписан на мой канал! И, конечно, я приветствую всех тех, кто подпишется на мой канал. И, конечно, ставьте лайки! Вас ожидает очень интересное путешествие. Честно признаюсь, когда я решилась на это путешествие со своей подругой Анаидой, вы её в кадрах видите, вначале я думала, что мне не разрешат снимать, потому что мы едем к Малаканам, старообрядцам. У них вообще табу вот эти съёмки, всякие камеры, но совершенно другой мир я увидела, какой я представляла. Про Малакан у меня есть статья между небом и землёй в Благовест.Инфо, так что вы можете прочитать про Малакан Армении и вообще про вот их обычаи. А сейчас я предлагаю проехаться с нами в город-курортный Дилижан. Вы, наверное, его знаете, этот город, по известному фильму «Мимино». Их село, Малаканское село, называется Фиолетово, и оно рядом с Дилижаном по дороге в другой город. Это третий город Армении, Иванадзор называется. Так вот, в этом селе вы увидите 150-летний дом, старенький такой дом, русский домик. И вы потом узнаете нашего хозяина, который служил на, значит, большом корабле, авианосце. На этом корабле служило 3500 человек. Представляете, какой это огромный корабль. И тогда в советские годы служили три года, не два года. Например, мой дядя по материнской линии, он служил на подводной лодке, там, по-моему, четыре года. А вот наш вот хозяин, которого зовут Василий Алексеевич Новиков и его супруга Татьяна, очень хорошо нас приняли. Об этом будут видео. Я думала обойтись одним видео, но так не получится. Сейчас вот вы посмотрите, какой красивый наш вид на озеро Сиван. Озеро одно из высокогорных, пресноводных, вид прекрасный, горы, Герамские горы называется. Мы просто приостановились купить для своих друзей, для моих друзей рыбку. Рыбка называется Сиг, а блюдо называется Гата. Кстати, рекомендую, если будете в Армении и поедите на озеро Сиван, обязательно закажите рыбу Сиг и в виде Гата. Это оно печеная рыба, очень вкусно получается. Ну, пока мы ждем, я вам расскажу, как мы познакомились с семьей Новиковых. В 2016 году опять была война в Карабахе, она называется Апрельская война, и их сын, у них трое сыновей, две дочери, один из сыновей служил тогда в армии. И про него не было никакой информации. Впрочем, о многих ребятах отсутствовала какая-либо информация на протяжении нескольких месяцев. А так как я журналист, я ездила и узнавала, как, что. А потом, ну, связь нагладилась, когда уже перестали стрелять. И мы вот так вот стружились. Больше я вот с Татьяной, с мамой переговаривалась по телефону. И вот недавно она просто позвонила, пригласила меня. Я говорю, ну, как раз православная Пасха, давайте я к вам приеду. Вы же отмечаете? Она сказала, да. И в моем представлении, кстати, это Пасха, вот как по юлианскому календарю, как отмечают русская православная церковь, греческая, там, грузинская. Но совершенно она другая у молока. Конечно, это будет видео. А вот в этом видео вы, кроме Севана, еще посмотрите дорогу в село. И потом я, наверное, лучше отмонтирую другое видео. Потому что очень долго получается. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Это вот уже дорога в Дилижан. Мы уже на подступах в город. Мы проехали тоннель и оказались в лесу фактически. Лес дележанский, это смешанный. Там есть и лиственные, и хвойные. И если присмотреться, вы можете даже в весеннюю пару выделить. Где хвоя, там потемнее. А где лиственные деревья, там уже светлые тона зелени. Ну вот, мы, собственно, и в городе Дилижане уже должны до центра доехать, а потом свернуть на дорогу в город Ванадзор. И как раз мы проезжаем по местности города, которая называлась Головино. Тут тоже жили малакани. А потом мы доедем до автовокзала, свернем налево. И опять окажемся в местности, которая называется Папанино. Тут тоже жили малакани когда-то. Можно заметить беленькие такие, известью побеленные домики с крыльцами, деревянной резьбой. И по правую сторону мы уже видим сирень, которая скоро зацветет. Слева присмотритесь там, где черепичные крыши. Памятник Мимино, знаменитому фильму. Папанино, все, что мы видим. Это и есть микрорайон Папанино, где раньше очень много Малакан жило, сейчас немножко поменьше. Ну и слева эти здания международная школа, в которой учатся дети из разных стран мира. Район считается очень хорошим, здесь также есть гостиница, говорят, пятизвездочная, так и называется гостиница Дилижан. Про звезды ничего не знаю, но раз людям нравится, значит хорошая гостиница. И дальше уже дорога фиолетовая, ну пару километров буквально, с Дилижаном. Очень красивая природа, прямо вот через лес проезжаем. Ура! Мы уже доехали. Это и есть, собственно, село Фиолетово. Ну, как вы видите, никакой асфальтной дороги нет, грунтовая дорога, но это же деревня. И нас, кстати, уже встречают. Родные запасы, а, детство. Запасы, детство. А, это что-то. Что-то, 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 что-то. На эту цель, вот тоже, говорит, здесь не что, фиолетовые? Фиолетовые. Там, что-то написано было. Смотри, окна поменяли тут уже много. Ой, циточка. Бердбунки. А у себя как? Получно. Да. А у себя как? А у себя как? А у себя как? А у себя как? Красиво. Ой, они, они глазки. Смотри. Да. Как они? Красиво. Красиво. На цинк? Угу. Да. Нормально. Русская тенера. Просто айна, бур. Татарк тенера. Визей нет. А я вот именно люблю. Смотри. Березка как. Да. Ой, ой, растет. В тележане растет береза. Ну что, мои дорогие зрители, мы доехали до места назначения. Подустали, конечно, по дороге. Там 120-125 километров из Еревана до Фиолетова. А потом еще нам обратно ехать. Почаевничаем. И я вам потом поставлю другое видео про очень старенький домик. И рассказывать будет наш хозяин Василий Алексеевич. Просто я хочу отметить, что Малакани в Армении, для них Армения это уже родина давным-давно. Про Малакан у меня есть статья в Благовестие.Инфо. Я в первом комментарии поставлю ссылку на эту статью. А пока подписывайтесь, если вы не подписаны на мой канал. И делайте переспосты. Ставьте лайки. И ждите следующего видео. Потому что мы немножко раскроем вам окна в дом к Малаканам. Спасибо за просмотр!